После вакцины у меня очень сильно болело сердце и не могло дышать. В больнице отказали, не приняли меня и сказали, что мне нужно сидеть с пациентами, тогда врач уже будет смотреть. Второй день. После второй вакцины вчера тоже не могла спать, я не могу двигать. Поднять руку, дышать сердце, очень сильно болеть. Пациентами вчера даже не могла нормально, вот так говорилось. До сюда слишком болело, но дышать тоже не могла. Сегодня очень сильно хочется спать и даже лекарство не действовало. У меня нет температуры 36 градусов, а долго сильно боли сердце. Говорят, это симптом возможного воспаления сердца. Но проблема была пациентами вчера. Когда я сильно болела, не могла ходить, мы просто поехали в больницу. Юн очень сильно испугался. Поехал в больницу. Первая больница отказала. Даже у меня не было температуры. Сказали, вы не можете войти. И вторую большую больницу поехали и там тоже сказали, если у меня есть боль в сердце, хотя нет температуры, это тоже считается как симптом от вируса. И поэтому они сказали, после проверки нужно сидеть в палатке с пациентами. Тогда врач уже смотрит меня. Не хотелось и даже мне надо было подождать где-то полчаса, час. Поэтому просто решила приехать к родителям. Слава богу, очень чуть-чуть лучше стало. Аллергия. Еще тут была кровь. Слишком устала, поэтому кровь течет. Но делаю сейчас. Пампиан. Второй раз в подпитках. Надеюсь, что они принят меня. Я с Петяна приехала в другой город для лечения, а очень много народу ждали для вакцины. А кто тоже сказали, не могут принять меня. Поэтому пошла в другую больницу. В больнице очень много народу ждали. Я вернулась домой. Они сказали, через полчаса еще приехать. В больнице сказали, там очень много народу. Вернулась домой, через полчаса еще поеду. Но когда у меня будет температура, они не будут еще принимать. Поэтому я надеюсь, что не будет температуры. Врач сказал, что мне надо проверить кардиограмму. После проверки он сказал, нужно делать укол. Вот так я целый два часа сделала укол. Я не знаю, внутри что, но я думаю, основано в витамине. Но как-то вообще не помогло это. Два часа мне тяжело было. Вот тут рука и сердце до спины. Мурашки и сильно болят. Поэтому я два дня вот так сплю. А вчера очень сильно болела. Мышцы, ноги, тело. А Юн вообще нормальный. Он болел, когда первый раз делал. Первый раз мы сделали 24 августа. Вместе сделали. И ровно через три недели делали второй раз вакцинь. Удивительно, что у меня ничего не было. А мужчины, какие-то здоровые мужчины, в том числе Юн, они более сильно страдали. Но это, конечно, зависит от человека. У меня нет температуры. Я ничего не чувствую. Даже рука не болит. А Юн начала болеть через два или три дня после первого вакцина. У него мишки болели. А второй раз у него все в порядке. До уколи в Корее раздают такую бумагу, какие побочные эффекты будут от какого вакцина. Я сделала Pfizer, и у меня симптом один из них был. И до уколи нужно подписаться на согласование, что я все подробно читала, какие эффекты будут и какие симптомы. Но в Корее больше всего делает Pfizer. Или Moderna. Астродинека все боятся почему-то. Но я тоже боюсь. Конечно, проверили давление до уколи. И после уколи в больнице дает такое рекордство. Вот, ребята, добрый вечер из Кореи. Это Киона. До вчерашнего дня я очень плохо чувствовала, поэтому не могла снимать. Если вы слежите мой инстаграм-стори, очевидно, меньше стало. Вот, уже сегодня лучше чувствую, но я не могла делать макияж. Поэтому я выглядело как какашка. Ну, понимаете, пожалуйста. Вот, уже ровно 6 дней прошло после второго вакцина. А после первого вакцина, ровно через 3 недели я делала второй вакцин. Потому что если вы делаете до второго раза вакцин, и в Корее проведите 2 недели, тогда вам не нужно сидеть в карантине, когда вы обратно вернетесь из России. Ну, я не могу сидеть в карантине 2 недели. Страшно и не хочу. Поэтому мы сделали. Вот тот день, когда я сделала второй вакцин, вообще не могла дышать. У меня до сюда было плохо. Я дышала из шеи вот так. И потом я не могла нормально говорить. Сейчас я нормально говорю. Тогда у меня как-то в мозге, голова и везде, я чувствовала, что не работает, как я хочу. Вот, я говорила так. Мне плохо. Голова болит. Вот так. Голова крутилась и постоянно хотела тошнить. Я постоянно плакала. И мне было очень страшно. Сейчас 6 день, но все равно утром я плохо чувствую и ветром плохо сплю. Ну, очевидно, лучше стало чем вчера дня. Я очень надеюсь, что до отъезда в Россию я буду очень здоровая. Спасибо, что вы посмотрели мое видео. Я улечу в Москву 30 сентября. Там увидимся. Пока.